Участие в публичных слушаниях по параметрам проекта бюджета на предстоящий трехлетний цикл принимают представители законодательной и исполнительной власти, главы муниципалитетов, общественники и просто неравнодушные жители региона. Депутат Магомед Цали Добрив сообщил, что законопроект рассмотрен комитетом по бюджету и налогам совместно с профильными комитетами ингушского парламента. О чем сегодня можно твердо говорить, так это то, что главный финансовый документ региона отвечает социальному запросу. Расходы на социальную и культурную смысл, даже без учета тех средств, которые мы ожидаем, они уже составляют более 77%. Кроме того, заложено средство на реализацию национальной цели и задачу, возглавшую президенту нашей страны. О основных параметрах бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов рассказал исполняющий обязанности министра финансов Тамерлан Вышигуров. После окончания формирования доходной и расходной частей проекта бюджета общий объем доходов составил более 27 миллиардов 7 миллионов рублей. Расходов более 27 миллиардов 9 миллионов рублей. Наиболее высокую долю в общем объеме расходов занимают образование, социальная политика, здравоохранение и национальная политика. Если мы посмотрим, то налоговые и неналоговые доходы с увеличением 747 миллионов. Как я уже сказал, дотация на уровне бюджетной обеспеченности и дотация на компенсацию затрат по заработной плате взяли на уровне текущего года. Но уже есть данные, что для республики Ингушетия дотация на уровне бюджетной обеспеченности увеличена на 12% и дотация на компенсацию затрат по заработной плате увеличена практически в три раза с 554 миллионов до 1,458 миллионов. Кроме того, Вышигуров отметил, что с учетом полученных трансфертов ко второму чтению законопроекта будут еще внесены соответствующие поправки. Продолжение публичных слушаний выступили садокладчики. Так, заместитель руководителя Минэка поделился прогнозами социально-экономического развития региона. При разработке прогноза учтены положение единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. По оценке объем промышленного производства в 2023 году составит 9,5 миллиардов рублей. Справа, что в 2022 году это было 8,5 миллиардов. При этом индекс промышленного производства составит 110%. В свою очередь представители контрольно-счетной палаты ознакомили слушателей с проведенным анализом республиканского бюджета. Согласно представленной ведомственной структуре расходов на 2024 год, не в полном объеме предусматриваются расходные полномочия субъекта. Кроме того, по разделам национальной обороны и охраны окружающей среды финансирование не предусмотрено. Таким образом, принятие законопроекта, предусматривающее неисполнение в полном объеме расходных полномочий субъекта, нарушает принцип достоверности бюджета статьи 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В рамках мероприятия присутствующие могли задать вопросы, поделиться мнением по законопроекту о республиканском бюджете. В частности, жителей региона интересовало увеличение бюджета, развитие социальной инфраструктуры, реализация инвестпроектов, улучшение качества медицинского обслуживания, обновление коммунальных сетей. Итогом обсуждения стали рекомендации, которые будут направлены в правительство Ингушетии. В окончательном чтении республиканский бюджет с учетом изменений и дополнений будет утвержден до конца декабря.